Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами будем мыть бутыли. Часто возникает вопрос, как их помыть, как их хорошо отмыть, потому что когда у нас идет активное брожение, здесь часто бывают какие-то вот такие вот штуки. Мы эту бутыль специально даже как бы немножко подсушили, чтобы у нас было больше этого всего. И сегодня мы с вами ее вместе хорошо помыли. Конечно, способов мытья существует превеликое множество. Кто-то моет зерном, кто-то просто ополаскивает. Вариантов много. Мы пришли к такому достаточно легкому и, скажем так, полуавтоматизированному. Конечно, способ этот не нов. И есть ролики, где показывают, как использовать перфоратор, да, либо миксер строительный для мытья. Но там используют специальную щетку, типа как моют машины. Но эту щетку еще надо найти. Мы пошли самым простым путем. Мы взяли подручное средство. Смотрите, что мы используем. Вот это обычная сантехническая труба. А это обычная мочалка, которую можно купить в любом магазине. Ну, вот она прикручена шурупчиками к этой самой трубе. Вот, собственно, и наш ершик. Ну, а теперь проверяем действие. Так, мы с нашей бутыли, ну, сама осадок слили, да, вот такая она у нас красивая стоит. Касательно средств, которые мы будем использовать. Смотрите, можно использовать соду. Ну, а можно, конечно, специальные средства дезинфицирующие использовать, в том числе и с хлором. Но помните, что после таких средств надо очень хорошо все это промывать и ополаскивать. Ну, и к тому же, да, выливать водичку мы будем на траву. Соответственно, мы должны здесь использовать какое-то экологичное средство. И у нас это, ну, вот такая вот, для посуды, экобиоразлагаемый, то есть, ну, что-то типа такого. Можно использовать, повторю, соду, можно использовать, кстати, горчичный порошок. Тоже неплохо. Итак, капелька средства, немножко водички и запускаем волшебство. Капелька средства, немножко водички и запускаем волшебство. Все, теперь хорошенько выполаскиваем наше моющее средство. И смотрите, какая красивая, кристально чистая бутыль у нас получилась. Буквально за пару минут. Вот у нас еще одна грязная банка. Там он, осадок такой. Вот на фоне белой пены, как раз-таки, загрязнение этой банки очень хорошо заметно. Конечно, такие, такого вида загрязнения отмываются не так хорошо, не так легко, как в предыдущем случае. Здесь у нас было жестко все пересохшее, поэтому попытка номер два вместе с содой. Ну вот, смотрите, в итоге у нас получилась вот такая красивая чистая банка. Ну, конечно, допускать таких загрязнений не стоит. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов винограды и мои контакты. И до новых встреч!